Общение Виктора Заварзина с гражданами совпало с небольшим юбилеем – пятилетним со дня открытия приемной, что стало поводом озвучить некоторые результаты, проведенные за истекшее время работы. Обращений было порядка 14 тысяч, принято более 10 тысяч граждан, более 7 тысяч в интернет-почтах получено обращение. И что очень отрадно, мы анализ провели, где-то каждая четвертая задача выполнена в положительности. Говоря о личных приемах Виктора Заварзина, который представляет Комитет Госдумы по обороне, вопросы, с которыми обращаются к нему люди, весьма и весьма сложные. Галина Булах 25 лет отработала в Министерстве обороны, и вот теперь имеет серьезные проблемы с жильем, которое некогда числилось служебным. Губернатор сделал запрос в округ, в штаб округа в Екатеринбург, но ответ пришел отрицательный. Казначейство, Министерство обороны договор не заключает. То есть это Ваша последняя надежда? Это последняя надежда утопающего, так можно сказать. Все возможные инстанции прошли и эти женщины, в том числе обращались в прокуратуру. В течение 20 лет в Доме офицеров Оренбурга занимались в творческих кружках дети школьного и дошкольного возраста. После проведенных Министерством обороны и реорганизаций, дошкольный комплекс перестал вписываться в установную деятельность учреждения. Дошкольный комплекс «Солнышко» готовит детей к музыкальной школе, и в нас много проучилось детей военнослужащих, и в том числе дети всех сотрудников Дома офицеров проучились за эти 20 лет. Я понимаю, что это все законно. Дайте нам год, чтобы мы подобрали помещение и перешли спокойно со всеми дошколятами. Я понял, можете все это сказать. Я не буду писать ничего в Минобороны, потому что Минобороны ничем вам не поможет. Я попытаюсь разведить это в другом русле, в человеческом, понимаете, да? Имущество Министерства обороны – дело серьезное, и одними чувствами и благими намерениями проблему не решить. Как и в случае с переселением семей после взрыва в поселке Колтубановский Бузулупского района в июне 2012 года. Отставить интересы своих граждан приехал глава муниципального образования. Обращения были во все инстанции. И на Министерство обороны приходит такой ответ. То, что согласно закону, открытый городок у него записи. Ну, знаете, я как законодатель хочу вам следующее. Мы не можем нажать на Минобороны там, где не могут быть, потому что тоже под законом. Вот оно, письмо мое, оно походило к Министерству обороны. Я не могу, как законодатель, извините, нарушать закон. Согласно закону, который существует по поводу представления жилья, они не подпадают под жилье, которое представляло Минобороны. И давайте это четко сказать. Я не могу Шойгу и всех остальных за горло взять, извините за это выражение, не парламентское, и там давай-давай. Предлагается другое по социальному нам, значит, там это совершенно по другой схеме. Виктор Заварзин намерен предпринять еще ряд серьезных шагов и найти возможность помочь людям. А в этом и заключается смысл работы приемной. Ольга Курганская, Игорь Бероев, Новости дня.